Здравствуйте, дорогие друзья! My name is Егор And I am Julia И наше сегодняшнее видео посвящено необходимым выражениям для диалога с врачом за границей С вами прогульщики на канале Puzzle English Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики Let's go! And what do I say in this case? It's easy! I would like to make an appointment with the doctor, please! Indeed, very easy! Запоминаем! To make an appointment with the doctor в переводе значит записаться к врачу Если вы звоните в больницу, стоит просто сказать I would like to make an appointment with the doctor, please! Then you need to ask when the doctor will be free And to the suitable day and time? Exactly! For example Then I would like to see the doctor on Wednesday at 4 o'clock Запишите-ка следующий вопрос When will the doctor be free? Его задают с целью узнать, когда врач будет свободен Формулировка suitable day and time переводится как подходящий день и время Мы в готовый шаблон Then I would like to see the doctor on Вставить выбранное вами время Друзья, если вам не с кем практиковать разговорную речь Начните заниматься с менторами Puzzle English Никакой грамматики, только разговорная практика Уроки идут 25 минут Ментор ответит на все вопросы и исправит все ошибки Премиум доступ к платформе на время занятий бесплатно А мы продолжаем Будьте готовы к таким вопросам от регистратора, как А на русском они звучат следующим образом В чем проблема? И есть ли у вас частая медицинская страховка? And when I come to the doctor, what basic phrases should I know? You should be able to describe what you are suffering from in details Выучим базовый глоссарий на этот случай Допустим I'm not feeling well Значит, я нехорошо себя чувствую А I'm ill Я болен Также стоит отметить следующее предложение I feel dizzy Переводится как У меня кружится голова И I have cut myself Я порезался Еще заслуживает внимание A high temperature Fever Высокая температура А еще вот вам лайфхак Запоминаем слово pain Что означает боль И после предлога in вставляем любую часть тела, которая болит Например Painting chest Это боль в грудной клетке Или Painting neck Это боль в шее Также существуют устоявшиеся слова по типу Headache Головная боль И stomachache Боль в желудке Ну что ж Мы надеемся, что видео оказалось для вас полезным И хотим пожелать вам здоровья И чтобы данные фразы вы использовали по минимуму Однако знать их определенно надо Ведь, как говорится Better save than sorry Что переводится как Береженого бог бережет А с вами были Егор И Юля До встречи Bye-bye Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok